МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Посвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите у гэтым выпуску. Подтримка теленавитой молоди, выражение ее социальных проблем, выхование подрастающего поколения. Гэтая тема разглядаются у дельники республиканского семинара, який распачался сёння у Гомельской области. Наведывание лясов знову под забароной, миродейничая у Гомельским и Добрушским районах. Худка в школу, грошовую допомогу на подрыхтовку детей у регионе отримают больше, как 11 тысяч семьяв. А зараз обгэтым меньшим больше подрабязна. Ход уборочной развитии аграрной галины и будущей регионов. С гэтых тем сёння распачалась великая размова у Палацы Незалежности. Галуный акцент з уриком на двор, я треба оперативно и без трату брать у Раджай. Недобор зерневых компенсовать кукурузой, кармы для жвелогадоли заховать при заховании усех технологий. Такие же подыходы до подрыхтовки хлеб до зимых. Так само президент проанонсовал и наиближайшие рабочые поездки у регионы. Гэта Гомель и Орша. Основную увагу нададут виконанию доручения у паразвитских этих территорий, повышению социально-экономических показ ЧКО. Не хочу сказать, что меня настораживают темпы уборки урожая. Такой урожай хлебов, зерновых мы, конечно же, соберём. Это не проблема. Класс 7 миллионов тонн – это не тот уровень, который мы можем реализовать на уборке урожая, поскольку технически оснащены как никогда. Мы 10 миллионов тонн можем за месяц запросто убрать, но надо побыстрее убирать зерновые, надо подготовиться к озимому севу. Но самое главное здесь, я уже говорил, Николай Николаевичу Шерстнёв в Витебской области, будучи выходить в поле, неготовым технологически к посеву нельзя. Просто не надо сеять. За это ответят губернаторы и соответствующее министерство на всю катушку. В пустую, как крестьяне говорят, зерно класть преступно. Подготовьте, как надо, почву и посейте в агротехнические оптимальные сроки. С соблюдением полностью агротехники. Не успеваете – не делайте. Губернаторы, если какие-то руководители предресполкома это не успевают делать, отдайте эти земли. И сейчас отдайте, чтобы успели тем хозяйствам и предприятиям, которые нуждаются в зерне прежде всего. Но это надо сделать сейчас, чтобы они вовремя могли подготовить почву и посеять, и забрать это зерно. Так само у Палаца Незалежности сёння говорили про повышение эффективности свободных экономичных зон. Гэтая тема уже не одной же разглядалася на высшейшем узровне у тем лику с уликом измен мытного законодавства у рамках ЕАЭС. Был подписанный указ с додатковыми преференциями, вызволением от земельного податку, аренды, понижением минимального объема инвестиций для отримания статусу резидента – до полмиллиона евро. Сегодня в Беларуси працуют 6 СЭС. У них зарегистрованы больше, как 400 резидентов. Створено свыше 120 тысяч рабочих мест. У целом свободные экономичные зоны формируют до 4% волового внутреннего продукта. З уликом Гэтага сёння Урад пропоновывает президенту додатковые механизмы развития. Я поручил, давайте посмотрим, нужны ли вообще нам свободные экономические зоны в том виде, в каком они мыслились. Ведь тогда у людей не было работы, и мы хватались за любую соломинку, чтобы не утонуть. Сегодня вопрос о том, чтобы просто занять людей в свободных экономических зонах, предоставив там льготный режим предприятиям, задача не стоит. Мы справляемся с занятостью людей. Нам нужны высокотехнологичные производства, которые дадут синергетический эффект на всю экономику. Если там передовое производство, оно быстро должно отразиться на рабочем всей экономике. А просто создать там конторку, и кто-то будет болты и гайки клепать, и даже хорошо на экспорт поставлять, это хорошо, но это уже не соответствует тому уровню развития, на котором мы находимся. Новый проект Указа Адурада – это не додатковые льготы для резидентов, а поширение территории свободных экономических зон за кошт перспективных земельных участков. Так само размова идей и про оптимизацию СЭС Гомель-Ратон. Сегодня у Гомельской области распачался республиканский семинар «Практикум», присвеченный теме реализации молодежной политики. Мероприемство проводится у рамках выконания доручения у президента краины. Его удельниками стали около 350 специалистов из всех регионов. У их лику – представники министерства и мясовых уладов. На протягу двух дней они будут обмерковывать способы удосконаления работы, которую проводят державные органы и громадские объединения. Семинар стартовал у городским поселку Лоев. Миновата тюль почалось вызволение Беларуси от фашистских захопников. У боях за Лоев загинули больше, как 10 тысяч червонармейцев. 365 человек отримали звание Героя Советского Союза. Об героичным минулым нагадывая мемориал у центра городского поселка, где пройшел жалобный митинг. Удельники состречу склали кветки в память о людях, які змагались на Лоевском плацдарме. Патриотичное выхование – один из головных накерунков в работе с молодью. Але при этом каждый молодой человек повинен быть выполнен в стабильном завтрашнем дне. Чтобы не наступал здесь ножниц, что наш молодой человек будет востребован и более оплачиваем где-то на чужбине. Он бы и любил родину, но он здесь не пригодился. Вот такого просто недопустимо. И поэтому должны трещать головы властимущих, которые занимаются молодежью, как молодого человека не просто заинтересовать, а нагрузить интересной, хорошо оплачиваемой работой на родине. Вот главная задача. Остальное все подтянется. До речи темы працевладкования и реализации молодежных инновационных идей ключевые подчас республиканских семинаров. Сегодня вопросы, которые касаются, прежде всего, коллективных договоров на предприятиях, в организациях, которые также следует обратить внимание, чтобы больше уделялось внимание молодым специалистам, которые приезжают после распределения. То есть, ну вот эти все вопросы, они будут поставлены сегодня на особый, наверное, учет и контроль. Семинар, в общем-то, дает своеобразный старт оценки и опыта работы с молодежью, который накопился, и анализу той проблематики, которая есть в этой плоскости. Я думаю, что на семинаре мы должны посмотреть эти инновационные формы работы с молодежью, новые какие-то подходы, которые наработаны на каждой территории. Это своеобразный такой, наверное, старт подготовки такой, что ли, стратегии видения в перспективе молодежной политики. Практичные аспекты реализации молодежной политики у дельникам семинара представили установы и предприемства Речицкого района. Про способы подтримки молодых специалистов, молодежные инновации и инициативы доведался Олег Синцерову. Агрогородок Хомыч, Речицкого района, это 1200 же хоров, и практически на каждом третье, из них можно отнести, да, категоры и дети, и молодь. У местовом сейсовете кажут, что и они и в субботниках активную дел принимают, и в волонтерском руху в районе Сирот-Лидеров. Десять годов тому у Холмича открыли Центр культуры Ираймёстов, деятельность якого у перши чергу ориентована на молодых людей. Захованный куток Старой Вёстки Холмич, сучастная молодость, все же таки по именоведности, как жили их продки, именно и оденья, глиняный посуд, дровляные лыжки, и самовар в конце 19-го года, який працавал на буглях. Правда, такие самовары были не у кожной семьи. А про част творение исторично-этнографичных кутков, значная увага в работе Весткового центра культуры к клубным формированиям. Зараз тут працуют 11 гуртков, и 80-х ориентованные на молодь. Мастеры народных промыслов научат выраблять саправды оригинальные речи от старожидных лялек до шкатурок вышиванок. В районе Перекананы спонять процесс выхования молоди, про захование народных традиций нега неуяким выпадку. Именно в таких учреждениях они находят тот способ, чтобы раскрыть свой потенциал, как-то проявить себя в кружковых работах, декоративно-прикладное искусство, вокал, хореография. Больше в агрогородках нет таких учреждений, где они могут себя раскрыть. А центры культуры, сельские дома культуры помогают людям, молодежи в том числе. От культуры до промысловости у вытворченого объединения Беларусь-Нафта худельников республиканского семинара по пытаниях реализации державной молодежной политики сустракают на самой великой в Беларуси вход электричной станции. Такие выборы на подприемстве то мажить просто. Это инновационный проект, дочинение до якого мают у темняку и молодые супрацовники. Работе с молодью на Беларусь-Нафте увогу ли особливая увага. Причем начинается она еще с правориентацией наученцев рельсовского районного лицея, где створен так званный нафтогазовый класс. Плюс тесное супрацовничество с беларускими ВНУ и створение макчимусев для реализации потенциалу непосредственно на подприемстве. Тут и распроцовка карьерного маршрута по особенности с водопотребованию, каким повинен отповидать специалист на кожаной посаде и удел у Навукова до следующей работы. Это конференция молодых специалистов. На этой конференции наши работники молодые представляют свои ночные работы и самые лучшие проходят дальнейший отбор и участвуют уже в мероприятиях международного масштаба. Это как раз система позволила взрастить довольно-таки уже известное, наверное, имена в области нефтяной промышленности. Завтра Республиканский семинар по пытаниях реализации державной молодежной политики протягни работу пленарное посаджение с обмеркованием сучастных методов работы у разных регионах краины отбудется у Речицы. Олег Сентюров, Валерий Капанько, телерадио «Компания Гомель». Протягиваем выпуск. У регионе знову уведена забарона на наведванье лясоу. Як поведоми уголовный лясничий в области Сергей Тарасов, на территории Гомельского и Добружского районов установлены четвертый класс пожарной небезпеки. Порушение супраць пожарного режиму карается штрафом до 25 базовых величин. 11 707 в Гомельской области селета отримают одноразовую материальную допомогу до навучальных агода. Подтримка життевляется у рамках державной программы «Здоровье народа» и «Демографичная безпека». Выплаты продугледжены для семьи, у которых выховывают трех и более детей. Выдаткованная на регион сумма 1 млн 300 тыс. рублёв. На каждого школьника выделять по 45 рублёв. Подденье программы у нашей области тропляют каля 30 тыс. школьников. Для оказания единовременной материальной помощи к школе законным представителям необходимо предоставить в территориальные центры по месту регистрации следующие виды документов. Паспорта родителей копии оригинала, свидетельство о рождении всех несовершеннолетних детей, удостоверение многодетной семьи копии оригинала. В школе берутся справки о том, что их несовершеннолетний будет обучаться в 2018-2019 учебном году и открываем счёт на законного представителя, именно на маму. В настоящее время данные за счёты выплаты уже получили около тысячи семей. И кроме этого, я хотел бы сказать, что малоимущие пользуются ещё и другими видами помощи. Это как бы и спонсорская помощь, благотворительная помощь, проводятся разные акции. Поэтому это не только за счёт средств бюджета. У Рогионе так само стартовали доброчинные акции. Бадай, самая масштабная с бярым портфель першокласснику. Далучиться до ЕЕ закликают в предприемства и организации в области индивидуальных предприимальников. Школьную вопротку и обуток канцелярские приналежности сбирают для малозабеспеченных семья у детей-сирот и детей, яке засталися без опеки батьков. Бераги дружбы. Межрегиональный экологичный взлёт открылся, калявёске Старые Дятловичи у Гомельском районе. На протягу 4-х дён будет доследовать биологичную разностайность Полесского региона. С юными экологами познайомилась Ханна Каральчук. Межрегиональный экологичный взлёт Бераги дружбы проходит в нашем регионе раз в два года. Коим принимают удел команды всех эколого-биологичных центров Гомельской области и запрошенные команды из России и Украины. Всё лето на мероприемство завитало коля 70 гостей. Утым леку группы с Калужской, Бранской, Чаргниговской и Полтавской в области. Для проведения взлёту организаторы, что год обирают цикавые и мыляуничы куток Гомельщины. Так, ранее молодь примали у заказниках Выдрыца Светлогорского района, Смычок и Александровский Мох Жлобинского района, ландшафтным заказнику Мазырские яры. В сёмный раз юные биологи собрались у вёстцы старые дятловичи. Программа взлёту традиционно включает конкурс визитовок, экологичный турнир, конференцию по проблемах новокольного осеродзя и круглый стол. Подумали и про вольный час детей. Будет творческий такой момент, будет предложена творческая мастерская, ребята будут готовить сувениры из полимерной глины, которые убежат с собой на память. Среда, это у нас будет день знакомства с достопримечательностями нашего Гомельского края. Будет предложено внимание участников турнира, экскурсия в наш дворцово-парковый ансамбль, где будут предложены экскурсии по знакомству с животным миром нашей Беларуси, ну и с историей и природой нашего замечательного парка. Сирот метал экологичного взлета Бераги Дружбы – включение молодых в природу охованную деятельность, формирование в ученых активной позиции по вопросам охованного окольного осеродзя и умоцвание сябровских совместей между ученцами Беларуси, России и Украины. Для школьников это, правда, выдатная мягчимость подтягнуть свои веды в биологии и подмоцвать науково-доследовую инстинство, отказывая за особенный накерунок – зоологию, гидробиологию, геоботанику або энтомологию. Я был в этом году уже в похожем лагере. Он назывался экологический лагерь-исследователь. Я был там гидробиологом. У нас был главный объект исследования – озеро Глушец. И мы с каждой точки его собирали, бентоз, и его потом определяли. Здесь у меня направленность энтомология – это наука о насекомых. Ушановать переможца у 7-го межрегионального экологичного взлету «Бераги Дружбы» будут 9-го жнивня подчас церемонии закрытя. Ганна Коральчук, Андрей Иванов, телерадио-компания «Гомель». У Гомельским костеле вы решили одновить проведенники на показу под открытым небом. Усим жадающим пропануют поглядеть и обмерковать разумное кино для души. Ближайший сеанс отбудется у пятницу 10-го жнивня. Пятница для усіх християн смутный день, коли верники вспоминают покуты и смерть Иисуса Христа, выконывают пост, устремливаются от забав. Тому для показа уплануются отбирать популярные, але серьезные фильмы. Початок сеанса 21-е години у дворы костела. Гэты, а так само іншые новины вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресі www.tvrgomil.by Далее у эфиры де-факто и спортивный огляд, а я с вами развитываюсь. Усяго доброго, до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Пошли купаться и попали в яму мужчину и 11-летнюю девочку унесло течением на Березине. Еще двоим отдыхающим удалось спастись. Инцидент произошел накануне вечером недалеко от деревни Горваль. Мужчина, женщина и две девочки купались в Березине. В какой-то момент они попали в яму в реке и их стало уносить течением. Девочка 10 лет и женщина находились ближе к берегу. Они сумели выбраться на берег примерно в километре от того места, где они начали плыть. А мужчину и девочку в 11 лет понесло дальше по течению. В настоящий момент об их судьбе ничего не известно. Ведутся поисковые работы. Отметим, что в июле в Гомельской области утонуло 8 человек, среди них один ребенок. А накануне в Гомеле из Сожа достали тело водолаза. Как стало известно, трагедия произошла 4 августа вблизи городской спасательной станции. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Остались без крыши над головой, но живыми. В деревне Якимова-Слобода Светлогорского района сгорели дом и сарай. Хозяин жилища вместе с женой и маленьким ребенком не пострадали. К моменту прибытия подразделения МЧС деревянные строения горели открытым пламенем. Пожар удалось ликвидировать. Огонь полностью уничтожил кровлю и повредил имущество. Причина возгорания устанавливается. В Мозыре обычная проверка документов закончилась уголовным делом. Инцидент произошел после остановки сотрудниками ГАИ автомобиля, за рулем которого находился 61-летний мужчина. Водительское удостоверение, которое он передал, вызвало у госинспекторов подозрение в подлинности. Сотрудниками оно было передано на экспертизу, после чего заключение эксперта подтвердило, что данное удостоверение было поделано. Водитель вклеил в чужое водительское удостоверение свою фотографию. Сам же водитель права управления на транспортное средство был лишен. В продолжении темы дорог популярный вид транспорта велосипедный попал в милицейские сводки. Причина в кражах. С начала года похищено 244 велосипеда. Бороться с этим явлением правоохранители предлагают с помощью постановки двухколесного друга на учет. Чтобы сделать это было проще, накануне в Гомеле провели акцию под названием «Сохрани свой велосипед». Сотрудники милиции на оживленных улицах предлагали проезжающим мимо велосипедистам зарегистрировать свой транспорт. Гражданам также разъяснялось, что данная мера может помочь исключить либо предотвратить пользование их имуществом. Также в случае кражи это поможет отыскать подъездов и мусоропроводов многоквартирных домов самое распространенное. Только с начала этого года оттуда пропало 86 велосипедов. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Львовская мини-футбольная команда «Энергия» завершила вояж в Гомель поединком против ВРЗ. В минувшую субботу энергетики уже встречались с вагоностроителями и уступили 1-6. Сегодня матч проходил по другому сценарию. Правда первый тайм стал практически точным повторением субботнего. Валерий Грицовец и Вячеслав Григорьев вновь соорудили единственный гол. Причем и комбинация была разыграна как под копирку. Наверное где-то часть доли случайности он отвалился и я увидел отдал. Ничего только наигранного не было. Во втором тайме у вагоностроителей дожать гостей не получилось. Наоборот энергия вполне могла выйти победителем из этого поединка. На 26-й минуте Олег Гасюк счет сравнял. Вскоре Артем Золотухин вновь вывел гомельскую команду вперед. Энергетики усилили напор на ворота хозяев и вновь отыгрались. Без шансов для Юрия Дегтяренко пробил Сергей Коваль. Украинская команда была настроена на победу и на последних минутах насела на ворота ВРЗ. Оборона вагоностроителей выдержала. Итог поединка 2-2. Мы первую игру практически без шансов переграли, а эту игру даже сказал бы отчасти где-то и уступили у них по более моментов было таких. Хорошая эта игра выдалась. В Гомеле за 4 дня Львовская энергия, которая сейчас готовится к старту очередного чемпионата Украины, сыграла 3 спарринга. Поражение и ничья в матчах с ВРЗ и победа над БЧ. Очень много полезной информации. Обмениваемся опытом. Играть с разными футзальными школами это очень здорово. Все матчи как раз, как вы и сказали, победа, ничья, поражение. Но сейчас результат не так очень сильно важен. Побеждать всегда хочется, но сейчас делать акцент на тактические построения. И в этом плане команда еще нету того баланса, который нужен. У нас еще есть месяц. Трансферные новости из стана футбольного клуба Гомель. Россиянин Максим Андреев пополнил ряды команды. Контракт 30-летнего российского полузащитника с зелено-белыми рассчитан до конца сезона. Футболист, воспитанник школы петербургского «Зенита», защищал цвета московского «Торпеда», махачкалинского «Анжи», саратовского «Сокола» и «Сибири». Дмитрий Игнатенко отправился в аренду в Бобруйскую «Белшину». Выступать за бобруйскую команду защитник Гомеля будет до конца сезона. Футболист длительное время восстанавливался после тяжелой травмы, которую получил три года назад. Левый полусредний гонбольного клуба «Гомель» Андрей Климовец вновь в рядах сборной Беларуси. На этот раз гонболист в стане команды Ю-18 может отправиться на чемпионат Европы в дивизионе-2. Первенство континента пройдет с 10 по 19 августа в столице Грузии – Тбилиси. Соперниками белорусов на групповом этапе будут сверстники из Италии, Финляндии, Греции и Грузии. Две лучшие команды выйдут в полуфинал. Победитель соревнований получит право выступать в дивизионе-1 чемпионата Европы 2020 года среди юниоров, а также обеспечит путевку в элиту юношам. Сейчас белорусская команда под руководством Олега Шарейко проводит заключительный сбор. По его результатам тренерский штаб определит окончательный выездной состав. Напомню, что на прошедшем в июле в Македонии чемпионате Европы среди юниоров до 20 лет в дивизионе-2 сборная Беларуси стала серебряным призером. Андрей Климовец был в составе той команды. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова